24 мая ежегодно в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с честованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, церковных просветителей, создателей славянской азбуки. О том, как этот праздник отметили в нашем городе, смотрите в следующем материале выпуска. Славянская азбука администрация, казачество, школьники, студенты, сотрудники муниципальных учреждений. Они все вместе прошли крестным ходом от Свято-Успенского храма до театральной площади, где состоялось торжественное богослужение. Слава Тебе, Христе Божий, уповая наша, слава Тебе! Слава Суи, Сыну и Святому Духу и ныне, и признаем в веки веков, аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Да, Господи! По милости Божьей, русский народ имеет свою письменность. И мы благодарны этим святым угодникам Божьим, святым равноапостолям Кириллу и Мефодию. В эти дни по всей России проходят богослужения, божественные литургии, крестные ходы, празднования в честь этих братьев, равноапостольных Кирилла и Мефодия. Наша история построена на вере и культуре. И подобные мероприятия организуют именно для того, чтобы сохранить наследие великих славянских просветителей. Азбука легла в основу национальных языков, открыла путь к укреплению взаимопонимания между людьми. Наш город и район стал заботливой родиной для многих национальностей, а русский язык является основным средством общения. Празднование славянской письменности и культуры стало у нас доброй традицией. Значимость изобретения братьев Кирилла и Мефодия несравнимы с любыми другими человеческими открытиями. Письменность, в основу которой легла кириллица, используют народы, говорящие более чем на 60 языках. И вот уже свыше тысячи лет кириллица является фундаментом нашей российской культуры. Для наших земляков День славянской письменности и культуры не просто праздник, а день, когда можно прикоснуться к истокам нашей истории. Чудесный праздник, хорошо, что о нем помнят и говорят. Не только нам, студентам, об этом рассказывают, но также обычным гражданам нашего города. Хорошо, что проводятся эти праздники, потому что славянская письменность важна для народа. И главное – приобщать к этому молодежь и просвещать людей. Для горожан в этот день работала выставка книг «Дар просветителей славянских», которую организовали сотрудники Славянской межпоселенческой центральной библиотеки. В ней представлены книги из фонда нашей библиотеки. Мы в этом году сделали несколько разделов этой выставки. Представлены как старые книги, совсем старинных у нас нет. Ну, конец 19-го, начало 20-го века. Как бы книги есть, они интересные, можно с ними познакомиться. Так и новые красивые книги, которые приобретены в том году. Очень, с очень красивой полиграфией, очень интересные и по художественному оформлению, и по содержанию. Завершилась праздничная программа выступлением хора Свято-Успенского храма города Славянска-на-Кубани. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».